Всем привет! С вами Аркадий Романович. Я очень рад записывать для вас новое видео. И сегодня мы с вами немножко подведем итоги моей торговли за последние 2-3 недели. Хотя, по большому счету, торговая неделя такая полноценная была всего лишь одна. Примерно 7 таких активных дней. Сегодня мы поговорим и о статистике, и поговорим о том, какие у меня позиции были. Я действовал не то, что плохо, но я очень был осторожен чересчур. Я был в такое состоянии, как будто, возможно, у вас тоже такое бывает, как будто кто-то тебе дал пыльным мешком по голове, что ты вроде смотришь на график, но ничего сделать не можешь. И не то, что ничего сделать не можешь, а вроде как только хочешь, и все, рынок раз улетает. Или слишком пассивен, слишком медлительен. Я сейчас открыл специально для вас разбивку сделок, хоть их было немного, всего 7 таких полноценных торговых дней. Да, я сделал там тысяча, ну, грубо, 2000 долларов. Да, я вижу, что все, то есть, моя динамика марта, она положительная. На самом деле, торговля, она похожа на американские горки, особенно скальпинг, да и трейдинг. Да, и твоя задача, в первую очередь, вот здесь. Не системы, система не причем, она и так работает. Вот здесь, быть готовым к этому, не позволять каким-то вот этим локальным вспышкам гнева, негодования, расстройства и т.д. и т.п. повлиять на будущие твои трейды, будущие твои сделки. Давайте посмотрим еще на общий, вот такие уже, это общий фон, да, ну, как бы графика, а это вот распечатки по сделкам, да, сейчас я проверю, правильно я взял, да, 2000, да, вот эти распечатки. Ну, обратите внимание, у меня не было каких-то вот таких прорывов, потому что большая часть месяца была спокойна, но вот эти два дня, конечно, вот я, когда об этом говорю, очень мне досадно, потому что, когда я сидел в пятницу, я сейчас вам покажу, и готовился к сделке по евро-доллару, и евро-доллар обвалился на 100 пунктов, а это, ну, не 100, вру, 90 пунктов за одну, там, чуть ли не за один бар, да, часовой, на 90 пунктов это 9000 долларов. Я ждал вот такие возможности, но это очень досадно. Обращаю ваше пристальное внимание на максимальный лосс, посмотрите, максимальный лосс 475. Вообще в моей методологии заложено 500, 500 баксов максимум. Опять-таки, да, это зависит от многих факторов, от депозита, от, там, как ты хорошо торгуешь, потому что если я торгую лучше, то я добавляю, увеличиваю этот риск, потому что, да, это было 300 долларов, сейчас 500 долларов, но тем не менее, да, и вы видите, что даже этого предела я не достигаю. Вы видите, что там 300, 315, 200, то есть вот этот самый, если его выбросить отсюда, то среднее будет, наверное, где-то около 300 долларов. То есть, опять же-таки, вот это самый главный момент. Да, вы можете нарушать, вы можете ошибаться, но сколько это стоит? Меня всегда волнует этот вопрос, потому что денежный эквивалент важен. Если твой депозит падает, то и здесь у тебя все падает, понимаете, да? Поэтому для меня всегда важно, сколько стоят мои ошибки, сколько я плачу денег за свои косяки, невнимания и так далее. Стоит отметить также последние вот сделки. Давайте я сейчас вам, кстати, этот момент покажу. Так вот, я сидел у компьютера как раз, ничего не предвещало такой широкой волатильности, как произошло здесь просто чудовищное впоследствии просто обвал рынка. Это шикарно, конечно. Вот здесь мы пробили, да, если мы немножко с вами поговорим о технической составляющей этого трейда, который мог бы состояться, но у меня потом была сделка неплохая, да? Не сказать, что она лучшая, но неплохая. А технической составляющей. Я обратил внимание на то, что рынок не смог обновить предыдущий максимум еще до момента пробоя вниз. Рынок протестил, протестил, не было новой вершины, нового экстрима. Но я сказал, отлично, если рынок пробьет, закроется ниже минимума, я продам. Но мы мало того, что закрылись ниже этого минимума, мы еще пробили вот этот горизонтальный уровень, ключевой уровень поддержки. Как его только пробили, он становится сопротивлением. Так вот, фишка. Фишка в том, что когда цена пробивает уровень, а затем к нему возвращается и его касается, но не пробивает обратно, в данном случае для меня уровень рисует программа, индикатор. Как только цена доходит, отбивается, но не пробивает, я жду следующий бар, который закроется ниже той свечки или тех свеч, которые касались. И вхожу. И вот здесь должен быть мой вход. Но я не буду сейчас придумывать какие-то искать себе оправдания. Стоп должен быть здесь. Цели на ближайших зонах. Вот вы видите, здесь предыдущий уровень RPI проходит. Это H4 уровень, это 15-минутный, который мы здесь пробили. То есть, это очень важная зона для того, чтобы брать цели. Ну, хорошо, эту сделку я пропустил. Рынок еще обвалился на, я не знаю, сколько здесь, 50 пунктов. И купил я вот здесь уже. Здесь слева в районе 1.12.900 предыдущий уровень. То есть, вот это очень важно. Вот когда ты пропускаешь такое движение, ты недоволен, ты пытаешься любой ценой догнаться, прыгнуть где-то. Ведь да, сейчас здесь цена хорошо шла, но нередко бывает такое, что ты прыгаешь от желания любой ценой взять профит хоть какой-нибудь, потому что должен был войти, не вошел. Цена, бам, разворачиваешь, ты получаешь убыток. И не только убыток даже финансовый, да, а убыток психологический. Травма определенная психологическая, потому что ты начинаешь себя обвинять. Ну, зачем я был так поспешен, а там еще пропустил. То есть, это даже трижды. То есть, мало того, что пропустил сделку, ты пытался догнаться там или там любой ценой заработать. Ну, короче, когда ты себя убедил в чем-то, ты пытаешься дальше вот найти этому подтверждение и войти в сделку. Если я продевал селл-варианты, я уже не буду искать снова какие-то попытки селл, чтобы откусить совсем маленький кусок. Потому что если ты опоздал в первом либо во втором движении, то чаще всего ты нарвешься на разворот, либо более глубокую коррекцию. И как только я понял, что да, все, у меня шансов нет, а это уже было где-то вот здесь, я сказал, ну, отлично, а где ближайшая зона, чтобы купить против этого движения? Да, и вот здесь слева, не будем сейчас листать на график, можете там у себя посмотреть, 1.12.900, 1.13, где-то в этой зоне есть ключевая поддержка. Я сказал, отлично, как только мои условия будут соблюдены, я войду в сделку. И здесь как раз возникли такие условия. Это такой я получил первый психологический пинок в хорошем смысле слова. Там был ключевой 4-часовой уровень, это первое условие для входа в сделку. Вторым условием для входа в сделку был стрелочный сигнал на покупку, потому что он появляется на разворотах перед коррекцией, либо перед отбоем. И затем вот этот бар, вот эта свечка, под которой вы видите стрелочный сигнал, закрылся выше предыдущего. То есть у меня новый максимум локальный на минутке, цена закрылась выше бара. И это третье условие, то есть TC-Buy. Да, это второе условие, это первое условие и новая цена закрытия. Новая цена закрытия. Кстати, если вы не смотрели предыдущее видео по уровням, первое видео это по уровням поддержки и сопротивления, как их строить, один из методов. И второе видео называется, как торговать вокруг этих уровней поддержки на отбой, на пробой. Обязательно посмотрите, потому что там я раскрываю много таких важных фишек, важных моментов, на которые вам нужно обращать внимание, когда вы торгуете на отбой, на пробой. И вот здесь как раз эта сделка на отбой. То есть квалифицированный сигнал называется SS3Buy. Абсолютно все просто. Я использую три разных технических элемента. Они должны быть в одном месте в одно время. Вот здесь тоже был сигнал. Да, и здесь была новая цена закрытия, но не было уровня. Достаточно далеко до самого-самого важного стратегического уровня. Опять же-таки проблема, когда ты рисуешь уровни самостоятельно, субъективность. Потому что ты можешь, в принципе, каждый low, каждый high отмечать. Поэтому я использую автоматику, автоматизированный подход. То есть то, что я заложил, то, что раньше я использовал вручную, теперь это программы. Потому что каждый раз, когда я смотрю на графике, я смотрю все равно как-то по-новому, под своим углом. И гораздо проще, когда это делает программа. Это удобнее. И я могу смело концентрироваться только на сигналах. Мне не надо думать, есть там уровень или нет. Я вижу или нет. То есть это придает визуальный концепт вашей торговли. То есть объективный. Все трейдеры, тот человек спросил, есть здесь там уровень? То есть видите ли вы там горизонтальную линию? Да, абсолютно. То же самое здесь. Вот такой трейд. Затем была сделка еще здесь. Следующая позиция. Причем здесь уже рынок потерял в скорости. Потерял в моментуме. Абсолютно один в один. Вот здесь, видите, уровень. Но уже подтвержденный новый уровень. Не тот старый. То есть здесь уже мы видим горизонтальную линию. Стрелочный сигнал. Новая цена закрытия. И вот здесь я вышел как раз после появления TCSL. Здесь продавать нельзя, потому что нет никакой структуры. Она достаточно далеко. Если вам было полезно, интересно, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Какие-то у вас вопросы, если возникают. По моей системе торговли, по своей системе торговли, по обучению. Неважно, что вы хотите спросить. Смело спрашивайте под этим видео. Либо пишите нам на почту info.sobaka.ru Ну и под этим видео вы найдете ссылки, как присоединиться к нам. Как получить мою систему торговли. Если, конечно, вам это интересно. Если вы хотите сформировать модель мышления зарабатывающего трейдера. Системного трейдера. Последовательного трейдера. Большое вам спасибо еще раз за внимание. Всего хорошего. И обязательно встретимся в будущем видео. Пока.